Если бы я был руководителем, а ты был бы у меня здесь, то это был последний день твоей работы. Ну когда-то жена отвалилась, ее же надо было приделать, жестянка. С этого начинается бордация. Включи вон тот вентилятор. Если вы будете втирать очки, помыл, покрасил тут и так далее, и меня проведя, вы не на того нарвались. Я же тебе не зря сказал включить этот вентилятор, потому что я был уверен, что он не работает. Система ждет. А где после расцена? После расцена. Где? В начале. Вот там у вас венцами в этом? Это после расцена у вас коровы? Покажи мне их. Вот эти все. А где телята? Телята в отдельности. Мы отнимаем их буквально. Вот это после расцена. Все? Все. Что у тебя с этой коровой? Это ненормально. Храйне ненормально. Очень много было замечаний по этому комплексу. Мы разбирали тут уже. Нет, эта корова, она еле жива. Ты же видишь, как она двигается. И эта, и он, тая. Выправляем ситуацию, Оксана Валич. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас в службу безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. Да здесь никогда никто не убирает по-человечески. Если навоз высохший на скотине, это значит, она жила в грязи. И лежала, отдыхала в грязи. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю. Разберется. В чем разберется? В технологии. Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо, чисто, ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закоррела все там. Пойдешь. В принципе, это непонятно. Сколько падешь по показателям у тебя? Две головы. Что две? За месяц. За месяц. Это не показатель. А за месяц, может, тебе две коровы расселилось? Нет. У нее в день расселится. Пять-шесть. Что ты попрошаешь? Что еще здесь, на этой территории? Вот комплекс этот. Что еще? Еще еще комплексы, меж двор временно, постановки, техники. У нас все, кто нам не нужен свободный, поедем на машинный двор. 2001 года комбайн. И что, он уже у вас не выдержан больше? Да, ВИР-2. Это комбайн с Новоградистского и наш, с 2-1. Делали, собрали. Сколько этот комбайн не работает? Два года. В прошлом году он не работал. В эту уборку он не участвовал. Понятно. Но под забором стоит с какого года? Не, он разобрали. Разобрали вот только в этом году. Дмитрий Васильевич, запиши номер комбайна и уточни. Одного и второго импортного комбайна этого. Это чей комбайн? Джон Дир? Да, да. Уточни. Сколько он не работает? Джон Дир работает, всю жизнь работает. Приводы тут хоть работают? Работают. Где он работает? Он раком стоит у тебя. Он же не будет работать, заржавел. Это новое еще, я вижу. Нет, это не новое. Это уже металлолом. Ну, устанавливать надо делать. Ну, это на хранении техника, я правильно понимаю? Да, понятно. У тебя захламлены все сараи, а на хранении под небом чисто валяется. Это хозяйский разъем. И он же тут наводил порядок, говорит. Подсовки не зашел, а вчера наводил порядок. Так это главное. То, что еще живое, надо было спрятать под крышу. Ну, понятно. Ну, это тоже, типа, гараж. То есть, сестраная техника хранится? Нет. Нет, сразу говорю, да. Такая же сейлка. Пробоже, сейлка. Ну, что? Не сейл? А чего? Ну, не получилось. Так как поставили ее, она стоит уже, наверное, лет пять. Так а зачем вы покупали? Ну, не знаю, это не покупали. Это не виблей, но все ее просто. У нас здесь она осталась. Леонид Васильевич. Да. Значит, чтобы научить других возбудить уголовное дело. Вот. Посмотрите по бухгалтерии, что у них числится, что они списали, так сказать. Ну, обстановку эту вы видите, я вам ее показал. Значит, возбудите уголовное дело. От механизатора до председателя райисполкома должны получить оценку. Понял. Ты когда был в последний раз в этой мастерской? Честно только. А то я уточню. В этой мастерской нет намеку в Бареново. Сколько это погрошечек на ремонте? Этот погрошек стоит на ремонте четыре месяца. А тот? Тот недели еще нет. Так на комплексе погрошечек нет? Нет, есть там погрошечек. Там другие погрошечки работают. А почему четыре месяца стоит? Ну, разобрался, двигатель оплатил. Ну, почему четыре месяца стоит? Излишек погрошечек и необходимости разобрались, сдали двигатель. Он отвечает, излишек погрошечек, поэтому пусть стоит. Да, есть излишек. Романтируйте, что надо опускаться, оплатили. Ты знаешь, я в советские времена такого не видел. Ну, очередное кладбище, я правильно понимаю? Что тут? Катки прокатываются. Ну, бери, катай. Сейчас найдем тебе убыточное хозяйство. Бери, будешь катать. Дешевле обойдется. Ты и он по одному хозяйству. И русы будут у вас начальником. Мне сейчас же к вечеру, чтобы на столе здесь лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут еще были люди, которые за это должны были отвечать, конкретные. Понятно? Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват нарушники сразу в следственный изолятор. Ты понимаешь, что я сказал? Витюнов сюда переходит руководителем. Может, мы с ним сработаемся. Лавренкова вернуть в Шловский район, исполняющим обязанности. Пока будем руководителя искать. Без помощника обойдемся пока. Понял. Наш святюнов. Два месяца. Всех построить. Хочешь на лбу, напиши номера всем, начиная от Сергея и всем остальным. Через два месяца я пройду все эти хозяйства. Выстроить систему так, как я сказал. Выстроишь, сработаешь, махину эту толкнешь, будем говорить о будущем. Не дай бог не справишься. Спасибо. Спасибо.